Меня зовут Жанна, фамилия Ахметова. Я приехала из Казахстана, из Алматы. По специальности профессия психолог на родине занималась гражданским блогерством, журналистикой. В силу того, что у нас высказывать гражданские принципы не является возможным, сегодня в СМИ не свободны в Казахстане, мы получаемся уже опальными блогерами. У нас в настоящее время активисты отбывают сроки по 5 лет, долгаты. Аянов и Макс Бакаев за организацию митинга, собственно говоря. Вот земельные митинги у нас прошли в апреле 16-го года. Эти люди сейчас отбывают сроки по 5 лет. Власть обвинила их в разжигании социальной розыгрыши. Точно такую же статью возбудили на меня. Я транслировала видео с протестами. И вот эти вот видео стали поводом для того, чтобы подобную статью возбудить. Постоянно возникали такие серьезные предпосылки для ареста. И, допустим, за 2 месяца в Казахстане на меня возбудили 5 дел. Я ехала освещать события, освещать мероприятия. Я ничего не нарушила. Я ничего плохого не сделала. Задерживают уже вот вплоть до того, чтобы, ну, вот такую пакость делают. Пишут в моей сотке, вытаскивают у меня силой. Он меня бил в лицо, понимаете? Человек держал за спиной руки мои, да, в машине. И бил меня вот сюда в шею и в лицо, чтобы забрать сотовый телефон. У него была задача завладеть моим телефоном и написать вот этот пост. По протоколу выемки видно, что пост написан в 12. Меня задерживали, не в 12, а в начале первого. Меня задерживали в 11.30. Я физически не могла ни в машине никак написать такой тупой пост. Я никогда в жизни не напишу, выходите на митинг. Знаете, я уже поняла, что из дома выходить нельзя. И все вокруг были мои друзья. Все уже знали, что в любой момент будет либо арест, либо еще что-то, какая-то любая провокация. Соответственно, все вот эти вещи привели к тому, что я решила бежать. Я решила все-таки сына брать с собой, потому что, к сожалению, мы не защищены от провокации КНВ. Мы нашли проводника, и у нас была такая задача досидеть теперь до вечера, потому что уже стало светло. Нам надо было досидеть до темноты и по темноте перейти в границу. И вдруг у него на участке появляются пограничники с собаками, с автоматами. И они ищут нас. Представляете? А его как назло нет, он куда-то ушел. В общем, я была так напугана, да, и у меня уже была какая-то такая степень отчаяния, просто бешеная, очень высокая. И тут появляется хозяин дома. Знаете, как в кино, такое облегчение. Он их выгнал, и все, и они ушли. В итоге он покурил и сказал, я тебя не поведу через границу. Ты меня прости, собирайся ездить домой. Ну, в смысле, что-то делай, но это не я буду. И я попросила его вызвать мне машину какую-то найти, чтобы меня могли увезти обратно в Алматы. Когда приехала машина, этот водитель, уже мы с ним довольно далеко вернулись. И вдруг я решила с ним поговорить, мы вышли на улицу. Я говорю, слушай, я не могу возвращаться, мне надо уйти. Он говорит, а что молчишь? Вот так и так. Еще полночи, представляете, ожидания страшных, мучительных, каких-то нереальных, нечеловеческих ожиданий. Не получится, не получится, найдет, не найдет. Теперь я в другом сарае сижу, в другом доме, представляете? И когда мы речку перебежали, у меня эти ребята говорят, все, 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 не бойся, все нормально, больше уже ничего. Потому что на этой стороне мы уже киргизы, все, здесь уже нас никто не тронет. И оттуда нас быстро подхватила машина, было все так очень хорошо организовано. И эта машина нас немедленно увезла в аэропорт. Преследования были, я звонила домой, мне сказали, что уже утром была полиция, КНБ. Были у сестер, были у родителей, искали нас, причем рано утром уже были, в 10 утра уже они там были. В эмоциональном плане потрясение вот такое тяжелейшее. Мне, конечно, пришлось работать с ребенком потом, чтобы это нигде не застряло, ни в каком страхе и так далее не осталось. Мы здесь, получается, в Украине с 17 марта. Здесь нам вообще благоволили обстоятельства, потому что весной Киев необычайно красивый. Мы не могли уйти, убраться из города не могли. Мы везде ходили, ходили каштаны эти бесконечно цветущие, все эти деревья. То есть мы все сады и все обошли. И таким образом вот мы справляемся. Слава Богу, у нас есть друзья. Ну, то есть друзья давние, с которыми мы в том же Фейсбуке познакомились. Я для себя так многие вещи исследовала в Киеве, причем сразу, как только сюда приехала, мне интересно просто было. И в первую очередь мне было интересно вот посмотреть производство по вышиванкам, потому что когда-то у меня тоже была такая затея. Я в Казахстане пыталась шить рубашки с вышивкой, с орнаментом казахским. А вот я уже эмоционально очень втянулась в город и в страну. То есть мне считают, что уже как бы вжилась здесь такое состояние. В общем, это такое место, конечно, которое непременно созидает какие-то очень добрые чувства, очень какие-то такие радостные. То есть дом – это радость, конечно.